Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первый год Корректор А.Кулакова Это мыドン, Зеленский дом С полной 70 лет Конечно, через терагин от иского Дом Роман 70 лет Мы готовим И Великий �ят Они были Настолько намщенны Настолько Однако в парлярной, с одной стороны, как часто бывает, окружаются все прагедии, которые происходят в жизни, в стране. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы не будем страдать. Но с другой стороны, все хорошее, все сверху все равно превалирует и выгодно никакой счастье, и качественная судьба в жизни. Я хотела бы напомнить вам, что два года назад здесь, в нашем месте, у нас была госпожа Медана Медана Мик aklаммарская. Это как и село, университет в Логине. И тогда она была здесь со всеми книгами. Собственно, книга, когда я написал Володя Сарк, по Николаю Ильичу и все способами, и выделила ее вот сюда, в сетях. Но остальное, я думаю, рассказать вам сонно. Итак, одни части, где-то, 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 где-то. Здесь, 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 здесь. Вот здесь, 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 здесь. Здесь, 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 здесь. I wrote this book, я писал книгу. I was known, I was going to read non-off to buy the second book. И я это не знал. С Мангули, я не писал, там, у них. So, I will be the teachers, the ancestors, and priests. Эта книга имеет разговор, редкие и молодые годы. Я не поставила иногда тон первый, потому что я совсем не думала о том, чтобы быть второй тон. И когда я сюда приехала, я узнала еще больше о английском языке. Элен и Игорь вернули много. Я раньше с ним была, и все, что я нашла, я нашла в интернете. Это фотографии, которые здесь, когда вы матери, книги, браку и акцент. И сейчас я хочу осветить петлю главной книги о клетках. Поскольку мне все-таки удалось преодолеть это, через различные несчастные случаи, операции, которые у меня были. У меня были две операции на глаза, и я даже не думала, смогу ли я вообще видеть. И я не думала, смогу ли я писать. Но я подумала, что Бог по милости ко мне не смогу помочь. Итак, это тон второй. И это с 1875 года по 1877. Это книга, написанная в испанском языке. И первая глава, первая симфония. Первая симфония. Когда Живий Косоков вернулся из Сырока Украины. И это как раз время начало 1765. У меня здесь много фотографий. Я пыталась выместить сюда фотографию Ленина. Потому что у вас здесь в России так много красивых видов, картин. И из Сырока Украины. Здесь здесь покупки, как бы его благодарность и признательность друзьям. И с другим, таким как сироп, дорогомышеским. Сначала начинаются даже анекдотичные случаи. И если бы не было написано анекдоты с такой же усидневной жизнью, никто бы никогда об этом не знал, поскольку никто больше об этом не писал. Каждая филова имеет название, соответствующее имени композитора, потому что для каждого композитора его произведения его нужно, как его дети. Итак, первая часть, первая часть, первая часть, об аллакире, об аллакире. Мы знаем, что он создал первую симфонию, когда он создал первую симфонию. И когда он создал первую симфонию, Когда он приехал из Киев, он был с нейтарной работой. Это было несправнение, которое очень сильно наскучило военная служба, потому что у него стояла работа снижается в событии, где не было права, только каландец. В следующих запахах я изучал считают, что у них есть употребление снижается в направлении. В следующемؤте я изучил учатки вachty. В следующем гитлее я изучал педагога. И я думаю, что это очень важно, потому что как вы помните русские вещи, потому что он спросил его рода, вы помните его рода, вы помните его рода, вы помните его рода. Это, конечно, благодаря вашим именам о матери, о брате, о семье, о тихих. Другая тема – это фантазия на сербстве. Третий и четвертый главы – это вторая симфония Антарк. Мне пришлось много изучать по этой теме Антарк, поскольку никакого понятия не имела, кто такой Антарк. Антарк is a young man. Антарк is a young man. Антарк is a young man. Он был сыном женщины, которая была в фантазии, в фантазии, в фантазии, в фантазии, в фантазии. И люди, в основном, его не маленькие. Антарк рассказывали эту историю. Он спасал животных. Я думаю, что ты не знал, что что-то. Это очень интересно, что искать. Там это непонаспортилин. Их энергия пронicла. И в последнее время как этот раз, вот так, что он не знал, чтобы он не знал, что он oranges. Он не знал, что он не знал. Это очень важно. Он участвует... Вот это же, она. Но это не очень важно. Это очень важно по идее. Это такая фантастическая санитка. Я был очень впечатлен в Минске. Я делал очень большим впечатлением от Росковского, потому что мы не знаем других комиссий. Он познал там много стран. Третья глава – это как раз проходит санитка. И четвёртая глава – это украина. Тем временем Мусорский, 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 работал над Своей Борисовской облинов. Например, здесь я сел в одну столбик. Мусорский, видите, он как раз работал над Борисовской облинов. Это все, что это поможет. Мусорский, Мусорский, Мусорский город, Мусорский, Минский город. Мусорский, Мусорский. Он работал над производением Минскевых. Мусорский. Мусорский. Это как раз, что мы не планируем. И это все друзья. Другая композиция. Мама сказала, что у нас есть лучшие, лучшие, лучшие. Так же, как и в Саду. В Саду своей передвижной и передвижной. Все. Это и все будет очень удобно и, по-моему, что мы отрели. Соответственно, как бы сейчас мы исполнили, Я хотел, чтобы я не успел помочь, а что я видел. Я попросил. Ей, я попросил. Мне супер, я здесь. Я попросил написать критическую заметку, И он был в первую очередь, в первую очередь. А в автору у вас не обратно направлено. В автору композиции, в основном, в манер-путинке, в вас направлено, в директор. А в композиции, в композиции, полагалось, что на письме этот отзыв был директор с оборудованным направлением. Направлено, как на правду, не понимали. А правду как раз не нравилась музыка Римского Хорсикова. Ему не понравилось то, как он написал Римский Хорсикова. И уже до конца своей жизни, когда Рим сказал своё слово, он отражал такое недовольство. Поэтому Римскому приходилось работать очень усердно. и это первая опера. И Маринский театр. Первая опера. Это была опера Миринского, а это было опера Цезер Кири. И его имя Милия Градкиев. И он был в Милии Градкиев, который был в Милии Градкиев. И он был в Милии Градкиев. И он был в Милии Градкиев. Она также руководила консерваторию и осуществляла очень пристойный консоль. Она жила в этом проекте, и многие концерты как раз проходили здесь. У нас летом появилась девушка с девушкой по имени Надежда. Она пихала в Стреховке, но она была в Стреховке. Причем, ну, не именно в дворец, а в облесности, где у ее семьи располагалась дача. Многие друзья приезжали в Стреховке, в третью часть, работали там. Она чувствовала себя путемоческой, порой посещала пабу, которую назвали Даша. Так что, поэту нужен Стреховке. Он всегда нравился очень большим. Он был очень большим. Он всегда нравился очень сельское место, загород. Поскольку он и родился в такой близкой к природе. И он был очень большим. И он был очень большим. Он был очень большим. Он был очень большим. И он был очень большим. Валатриева, ну, как бы говоря, обезсила к Евреру Амову, приводила его в невидование. И вот он отправился к цыганке, для того, чтобы она не погадала по руке и сказала будущее. И это то место, которое очень всегда известно людям, которое я последовала. Вы знаете, что цыгане, они расселяются вообще по всей Европе, и в России, и в Испании. А вот сегодня после нашего встречи, в конце, вы увидите и слышите момент, который происходит от этого народа. Это портрет Юлия Шестакова, которая являлась в детской двинке. Она очень много помогала Юлия Шестакова. И, впрочем, она также помогала и другим ученицам, членам, композиторам Агучи Кучки. И, впрочем, она была запрещена. И, впрочем, она была запрещена. Ему приходилось переписывать и даже пообещать, что помогут им в этом друзья, чтобы изменить места в этом произведении. И, впрочем, в это самое время, русский пост, который написал свою первую песню, которую я хотел бы, чтобы не попал. И, впрочем, она была запрещена. И, впрочем, она была запрещена. И, впрочем, она была запрещена. Продолжение следует... 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 Это была Лугаевская театра. Так что мы говорим в 16 веке. Псков представляется нам в 16 веке. Это голоса, которые исполняются. И дирижером был направлен. Ему было нечемными. Они не знали, что говорят, что риск не понимает. Видео, что решили, и не чит Eles не знали, что исходим сфера. Они вернули в 10 веке. А, окей, цензура, была осуществлена цензура над, самые трудные, непонятные слова, которые на всем языках звучат одинаково, была осуществлена цензура над этими, над этой рукой, но поскольку мы были друзья в высшем свете, в высшем обществе, все было нормально, после оперы, была написана лоперей, иначе, иначе. Итак, главы 8 и 9, последующие главы. В other words, with his wife, he went to practice. Например, в данных раз со своей живой на Украину, поскольку он руководил арцессорами военного методовства, они посетили Бакши-Сарай, и Дарин сказал, что это первое время я слышал рекориентарную музыку. И как раз тогда, Дарин сказал, что он впервые именно там слышал такие восточные мотивы. Дарин сказал, что он впервые, что он впервые был Чайковский. Один из его друзей был первый Чайковский. Чайковский был первым студентом в консерватории. Чайковский был как раз одним из первых выпускников консерватории в Москве. Но жил он в Москве. В Санта-Ане Севесе. И иногда только он приезжал в Санкт-Петербург. И, конечно же, в Санкт-Петербурге он встречался с пригласителями членами Молочной Кучки. Они были приятелями, не очень близкими с друзьями, но довольно-таки хорошие приятности. И так далее. Есть такой очень смешной адекдот про Балакирева. Балакирев был очень ревизионным человеком, и у него были собаки. Я не знаю, какой породы, Римский говорил, что большая собака у него была, когда он пробыл с собаками, и там была собака женского, и Римский Косаков, и Балакирев брал свою собаку на руки, чтобы его собака, он, не подбежал к собаке на улице, которая она, берет. И про Руссер сказал так немало анекдотов, и вот когда ему все-таки позволили представить Бориса Бабринова, он был очень важным, был пол галорий. Он начинал ноги, несколько сразу произведений, но не заканчивал. И вот на этой почве он убегся кричком. А дальше я не стала включать продолжение. И вот это время, когда все были молоды, счастливы. И еще один анекдот про Бородина. Он был специально психическим профессором. Он основал медицинскую училищу. Он помогал молодежи, помогать девушкам, изучать медицину. И многие девушки из провинции приезжали к Санкт-Петербургу. Они стояли в каждом доме Бородина. И когда я много особенно наезжала, то весь дом Бородина был заполнен вот этими девушками-провинциалками, что у них там даже приходилось синить на полу. И вот дом был настолько приполнен, но к тому же у него дома очень большой большой стакан. Они и детей потом располагались на столе, на бородине. У собаку Бородина на чап сидели. И вот я даже сама себе задаю такой вопрос. Как это может быть частные и дружки в доме. Нет отсвета. Не могу. Дальше. Последние две главы. Тут как? Это посвящено литераторам, царям. Это потому, что Туринский очень много читал. Он читал Кушкина, Гоголя, немецких писателей очень много. И вот в этой книге я сделала какую-то табличку и свои отношения с писателем, то есть Пушкин, Гоголя, 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 Гоголя. Вы знаете, у Вас в России столько много замечательных писателей, что я могла бы продолжать и продолжать эту главу. Последняя глава. И то же самое я проделала в последней главе, с 12-го, относительно художников. Потому что в Порто-Рико, в этой части Порто-Рико, где говорят по-сибирски, в Порто-Рико, в Порто-Рико и во всех странах, где испанский государственный респонд, Руслан Гоголя, 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 Гоголя. Там очень мало знают писателей о журнале, потому что они, главным образом, уделяли внимание на авторах, а у Вас такое богатство, особенно, и что касается художников, живописцев? И это вот именно, что касается художников, музыкой, и fugит Руслан Гоголя. И liquidklore, и будем возьм Tipbra. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...